Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это моё мнение после игры в пресс-версию шестой Цивы. Мне удалось поиграть ещё до выхода игры. Собственно, геймплей за Грецию вы можете найти на моём канале, или ссылка появляется в верхнем правом углу, если вам интересно, посмотрите. Кроме того, я ещё за двенадцать играл, и во время этого обзора я вам буду показывать ещё геймплей за Рим. И вот по итогам практически недели игры в пресс-версию я готов высказать своё мнение. Но для начала я ещё раз обращу ваше внимание. Это пресс-версия. Она неполная, тут только десять наций. Она явно будет ещё дополняться. И самое главное, тут только одна сложность. Князь, принц. Это та сложность, на которой компьютер не имеет никаких бонусов вообще. Ну, собственно, игрок тоже. Типа мы в равных условиях с компьютером. Но, тем не менее, на такой сложности, особенно людям, которые хоть какое-то представление о пошаговых стратегиях имеют, играть против компьютера не особо интересно. Поэтому делать далеко идущие выводы по этой пресс-версии категорически не стоит. И вам я тоже не рекомендую. Рецензию с выставлением своих оценок я сделаю уже после выхода полной версии. Тем более, что я уверен, разработчики после выхода пресс-версии много чего добавят в игру. Естественно, не изменят её, это точно, но улучшения внесут. И уж тем более смешно читать ваши просьбы уже делать гайды по шестой циве. И, ребята, гайды я даже не буду после выхода полной версии делать. Я ещё первого патча дождусь. Просто потому, что иначе мои гайды будут устаревать практически в тот же день, как я их выпущу. Тем не менее, пресс-версия показала очень много всего интересного. Во-первых, то, что технически игра очень хороша. У меня она не вылетела ни разу. И идёт она у меня на максимальных настройках и графики, и памяти. Там ещё настройки памяти есть. Так что я думаю, на не самых сильных системах шестая цива тоже вполне будет запускаться и быть работоспособной. Тем более, что сейчас 2D-режим доступен сразу после загрузки карты. Когда выходила пятая цива, было очень много нареканий по поводу всяких технических проблем. Да и, положа руку на сердце, на самом деле с пятой цивой до сих пор много всего происходит. Пускай она не вылетает, но технические проблемы в игре присутствуют. Там перерисовывается карта, пропадают полигоны, даже на современных системах. Так что по сравнению с предыдущей частью, шестая выглядит технически очень-очень неплохо. Что же по поводу геймплея? Больше всего меня пугало то, что шестёрка будет очень похожа на пятую циву. На данный момент у меня такого ощущения нет. Те нововведения, которые появились в новой части, всё-таки делают её по-хорошему оригинальной игрой. Конечно, базовые элементы остались, но тактики и стратегии из пятёрки, по-моему, вот опять же, на первый взгляд, вы поймите, что реальное мнение всё-таки сложится после выхода полной игры и нескольких сетевых партий. Так вот, на данный момент кажется, что тут придётся всё заново придумать. И самым главным словом в шестёрке, как мне кажется, будет специализация. Причём специализация не только городов за счёт строительства разных районов в разных местах, но и наций. Сейчас выглядит так, что каждая нация на чём-то специализируется, действительно. Я играл за Грецию, специализировался на дружбе с городами-государствами и культуре. И поэтому строить, например, религиозный район, в принципе, было ненужным, как, возможно, даже и научный. Играешь за Рим, появляется специализация на золоте и количестве жителей, на отращивании городов. За счёт того, что у вас сразу есть торговый пост, караван, а уникальный район даёт вам жильё. И так далее. Мне сейчас сложно говорить о разных специализациях разных наций, но вы сами видели по моему геймплею, что строить все районы во всех городах просто нецелесообразно. А в некоторых городах даже многие районы невозможны к постройке. Поэтому и будет вот эта специализация. Пока сложно говорить, опять же, это будет какой-то гайд, какой город, на чём специализировать. Ну, понятно, что если гора продолжает давать бонус к научным районам, то, видимо, город рядом с горой будет у вас научным. На специализацию ещё и играет новая система караванов. Ну, она относительно новая. На самом деле, по-хорошему, она взята из Beyond Earth. Несколько переработана, переделано, кое-что добавлено, но система из Beyond Earth — это когда во внутренних торговых сетях город будет получать сразу и еду, и производство, в зависимости от того, сколько еды и производства в том городе, куда караван отправляется. То есть теперь мы не можем бесконечно отъедать столицу. Наоборот, эта столица будет скорее отъедать другие города. Ну, в процессе роста, конечно. То есть у вас появляется новый город с одним жителем, и вам выгодно из него отправить караван в большой город. Тогда вот этот маленький будет получать по максимуму еды и производства. Плюс к этому караван ещё и дороги прокладывает. И в первой половине игры только караваны и прокладывают дороги. Потом у вас появятся военные инженеры, которые смогут дороги строить, но в первой половине игры дороги только караваны. Если вы отправляете караваны в чужие страны или города-государства, то вы будете получать золото, науку, культуру, всё в зависимости от того, что построено или что есть в тех странах и городах, куда вы их отправляете. И тоже прокладываете дороги. Вот вам и специализация, собственно. При этом интересно, что разработчики, похоже, сделали всё, чтобы не было ранних раши юнитами. Потому что, во-первых, ещё раз повторю, в начале игры вы не сможете построить дорогу, как вам хочется. Да, вы можете отправить караван в сторону соперника, на которого вы планируете напасть, но как минимум вам надо будет несколько ходов подождать. Это раз. А во-вторых, он проложит только дорогу по кратчайшему маршруту. То есть вы не сможете теперь обкладывать дорогами вокруг города в первой половине игры, ещё раз напомню. По холмам строить дороги, чтобы быстрее бегать. Нет, только кратчайший маршрут. При этом изменилась ещё и система передвижения юнитов. Я вот тут параллельно просто играю и в шестую циву, и в пятую, потому что идёт у нас турнир 3 на 3 в пятой циве. И мне уже так, пятая кажется, так дебильно всё сделано, потому что, ну, действительно. Смотрите, новая система передвижения в шестёрке. Каждая местность требует определённого количества очков перемещения. Равнина и лук — 1 очко перемещения, холм — 2 очка перемещения, а холм с лесом уже 3 очка перемещения. Если у вас нету столько-то необходимых очков, значит, вы на эту местность встать просто не можете. Таким образом исчезают вот эти действительно ранние раши, когда все подходили лучниками по холмам, начинали обстреливать соперника. Всё, забудьте, и дороги вы не сможете построить, и идти к сопернику будет дольше, и он успеет, я надеюсь, подготовиться. Но с течением времени, с открытием технологий, вы всё сможете быстрее и быстрее подходить к сопернику. Но при этом многие, смотря мои стримы и записи игр, волновались, мол, теперь невозможно будет воевать в начальных эрах. Нет, это не так. Ну, во всяком случае, против компьютера поиграв, и в начальных эрах вполне нормально воюются. Всё путём. И, судя по всему, плюс к этому разработчики попытались сделать так, чтобы люди не бросали развивать армию. То есть, как мне кажется, на данный момент невозможно здесь, в шестой циве, нормально развиваться, при этом не имея никакой армии. Потому что, во-первых, города теперь изначально ничего не обстреливают, не могут обстреливать. Вам нужно построить стены для того, чтобы города смогли стрелять. Но даже построив стены, города на данный момент наносят не так уж и много урона. То есть, без армии вы просто так отбиться уже не сможете. К вам может прийти сосед, разрушить всю вашу экономику и спокойно уйти. Может даже не захватывать ваши города. Поэтому юниты держать обязательно. При этом сама система юнитов немного изменилась. И она довольно интересна. Я опять же не хочу давать свои оценки в плане того, лучше это стало или хуже. Но лично мне предварительно она кажется интереснее. Объясню почему. В игре появились теперь корпуса и армии. То есть, вначале вы можете строить только по одному юниту. Потом вы открываете возможность два одинаковых юнита комбинировать. И потом через некоторое время еще одна возможность теперь еще и третьего юнита в этот корпус всовывать. И будет получаться армия. То есть, корпус это два юнита, армия три юнита. Так вот, чем же она интересна? Что было раньше? Есть юниты, которые требуют какой-то стратегический ресурс. Например, вначале у вас есть дуболом. Он ничего не требует. Но он апгрейдится в мечников, которые уже требуют железа. И многие, так почему многие, практически все играли только со стратегическим балансом. Потому что если у вас нет железа и, например, лошадей, то можно считать, что вы в этой игре проиграли. Вы вряд ли сможете отбиться. И мне кажется, что в шестерке вот эта проблема уйдет. Потому что, например, ваш соперник вышел в мечников и у него есть железо. Он может проапгрейдить всех своих юнитов, потратить на это деньги. А сейчас апгрейды довольно дорого стоят. Ну или бы начать самому строить мечников, не апгрейдя предыдущих юнитов. Так как же от них отбиваться? А очень просто. Вы теперь можете комбинировать ваших дуболомов в корпус, который будет иметь примерно такую же силу, как мечник. То есть за счет этого у нас появляется шанс отбиться. У вас не будут ваши устаревшие юниты умирать пачками из-за того, что у вашего соперника появился стратегический ресурс, а у вас нет. У вас есть шанс от него отбиваться. Да, вы сможете, вам придется потратить больше производства. Но, во-первых, у вас уже изначально какие-то дуболомы будут. Вам не надо не тратить денег на апгрейд, не тратить производство на строительство новых свежих юнитов. А во-вторых, ну все-таки должен быть какой-то вам штраф, что у вас нету стратегического ресурса. Но при этом у вас есть реальная возможность отбиваться. А если у вас еще при этом и стратегическое расположение неплохое, где вы можете там один-два прохода заткнуть своими дуболомами. Поэтому тут уже не так страшно отставать по науке, например. Как мне это пока видится. То есть, я так понимаю, разработчики шестой Цивы постарались сделать так, чтобы специализация ваших наций не влияла на окончательную победу. Это я к чему? Вот как было раньше в Циве, кто впереди по науке, тот считай и победил практически, да, особенно в дуэльных турнирах и прочем. Если вы на религию делали упор, значит вы там проседали по науке, предположим, у вас это не получалось. Или по деньгам. Ну, то есть, не было уравновешивающих факторов. Шестерка же выглядит так, что по какому бы вы пути ни пошли, вы можете бороться на равных. Другое дело, еще раз повторю, жизнеспособность и действительно сбалансированность вот этого всего будет понятна только после выхода полной игры и после многочисленных сетевых партий живых людей. Потому что в пресс-версии компьютер, по-моему, играть не умеет. Вы сами все прекрасно видели. Я играл абсолютно от балды, строил все, что только можно, просто потому что это можно. Особо не задумывался о путях развития. Я хотел посмотреть все, и все равно очень быстро вырвался вперед, и моя победа стала необратима. Причем я вот еще в других партиях играл, тут еще все намного быстрее происходило. И я планирую, как появится шестая цива. Во-первых, в первую очередь сыграть сетевую партию, ну а потом сделать вам стрим против компьютера на самом высоком уровне сложности. Напомню, что когда Beyond Earth появился, я там победил. Именно сразу играя против компьютера на последнем уровне сложности. И это у меня проблем не вызвало. Посмотрим все-таки, как будет в шестой циве. Пока, конечно, на князе компьютер выглядит слабовато. Но еще мне писали, что, мол, он не агрессивен. Это не так. Просто все зависит, во-первых, от вашей нации, какие у вас способности. Если вы особо не воюете, то и вас не особо будут трогать. Во-вторых, от повесток, так называемых, агент тех наций, рядом с которыми вы появились. Вот я, во-первых, в этой игре, которую вы сейчас видите за Рим, тут со мной постоянно воюют, причем объявляют мне войну. И вот я тут сейчас выношу Испанию, потому что она мне уже второй раз объявила войну, при том, что у него всего лишь два города. Но, конечно, все равно дипломатия в циве никогда не была сильной стороной. И, по-моему, вот то, что я вижу в пресс-версии, особых изменений по сравнению с пятой частью нет. Что грустно. Потому что складывается ощущение, что компьютер там сам с собой играет. Я до сих пор не особо понимаю его некоторые выходки, когда он то меня хвалит, потом практически мгновенно на меня на что-то сердится, потом заходишь почитать ваши отношения, и написано, ничто не влияет на ваши отношения. То есть, что это было перед этим, непонятно. Да, появились новые возможности в объявлении войны компьютеру, то есть, всякие виды войн, там, священная война, война колониальная и прочее-прочее. То есть, обычно, если вы объявляете войну просто так, то идет какой-то штраф к вармонгерству. Типа, все остальные нации вас начинают считать слишком агрессивным, к вам начинают плохо относиться. Но постепенно, с помощью социальных политик, с открытием социальных институтов, появляются возможности объявить войну за что-то. То есть, например, если вам компьютер обращает города в свою веру, вы сможете ему священную войну объявить. Тогда штраф за варморгенство уже будет умеренный, а не сильный. Или если вы опережаете по науке, то можно колониальную объявить. Ну, там много всяких вариантов с течением времени. Но меня это все интересует, конечно, в плане сетевой игры против живых людей. По-моему, это все можно очень легко адаптировать к сетевым играм. Другое дело, сделают ли это фераксис, потому что мы о сетевых играх не знаем ничего вообще. То есть, например, если вы с соперником торгуете, то игра там начинает у себя где-то считать, что вы в хороших отношениях. И вы просто не можете объявить ему войну ни в каком виде. Зато если он ваши города обращает, то у вас появляет... И вы уже открыли в социальных политиках священную войну, то вы можете ему священную войну, например, объявить. Ну, то есть, мне кажется, это можно адаптировать. Потому что если в сетевой игре так и останется возможность объявлять войну в любой момент, когда тебе захочется, то очень сильно шестая цила в дипломатии проиграет. И очень многие штуки в социальных политиках просто не надо будет открывать. Поэтому я уже в очередной раз в течение этого видео говорю, что не стоит пока шестую циву судить по пресс-версии. Это только первый взгляд. Еще куча всего будет меняться. Как, например, те же баги, когда у меня иногда не показывалось, сколько денег стоит апгрейд юнитов. Написано 0 денег, а в это время у меня снимается там по 300, по 400 золотых. Это все баги, это, ну, несущественно. Тем более, вот на данном этапе, я еще раз повторю, шестая цива выглядит технически очень солидно. Это видео вышло при поддержке справочника и карты 2GIS. Кстати, 2GIS запустили собственный навигатор. Удобное ведение по маршруту и голосовые подсказки о маневрах теперь работают и в 2GIS. Разработчики просят делиться впечатлениями, ведь ваши отзывы очень им помогут. 2GIS, если быть точным. А вот что мне очень сильно не понравилось в игре, это интерфейс. Во-первых, он просто мелкий. Это, кстати, камень в огород тех, кто говорил, что, мол, шестую циву делают под планшеты. Поверьте мне, с таким мелким интерфейсом никто в игру на планшетах играть не будет. Он мелкий даже на больших экранах. Вот у меня монитор 24 дюйма, да, разрешение 1920 на 1080. И мне реально мелко. Причем имеется в виду не только там кнопки, плашки, а вообще практически все. То есть иконки ресурсов мелковаты, кнопка обстрела из города мелковата. Она мелковата настолько, что даже сложно ее иногда выбрать, чтобы обстрелять какой-нибудь юнит рядом с городом. И это действительно раздражает и неудобно. Знаете, у меня такое ощущение, что разработчики постоянно все это рисовали в максимальном приближении к карте. Но игроки-то на самом деле будут играть в максимальном удалении наоборот. И, кстати, в этом плане мне этого удаления не хватает. Мне хочется еще отдалить камеру, как бы, от карты и побольше обзор иметь. То есть в пятой целой у меня такого ощущения не было. Мне вот максимальное удаление, мне этого хватало. Тут хочется еще отдалить дальше. Вы, кстати, обратите внимание, что все ролики перед игрой, которые делали Фераксис, у них у всех практически максимальное приближение к городу, к юнитам. Они не делались на максимальном удалении. Не знаю, почему разработчики решили, что и игроки будут так играть, но на самом деле мы будем играть на максимальном удалении. Да блин, даже когда приближаешь, все равно интерфейс мелкий. Это вот действительно очень неудобно и раздражает. Ну ладно, я еще могу это понять, потому что все-таки интерфейс новый. Они это как-то переделали, все будут, может быть, править, может там заработает все-таки функция масштабирования интерфейса, которая есть в настройках, но у меня она была неактивна. А вот что странно, это то, что убрано много полезных функций интерфейса из пятой цивы. То есть, например, при наведении на иконки религии, торговых путей и прочего, в пятой циве много всякой полезной информации. Мне не надо заходить на экран этого механизма, чтобы все понять. То есть, я наводил на иконку религии, предположим, и мне сразу видно, сколько меня очков осталось до пантеона, или сколько мне хотя бы очков до великого пророка осталось. Хотя тут поменялась механика великих людей, но почему не оставить такую простую информацию? И эти вот нужные информации приходится искать по всей игре. Количество продукции, которую я уже потратил на производство здания, или юнита, и оставшиеся, сколько мне еще нужно потратить, тоже засунуто в очень неочевидное место. Зато при этом в информации о городе целая простыня, откуда и куда идет еда. Неужели вот в этом всем мы будем разбираться, а продукция, которая, по-моему, важнее, чем еда, куда-то засунуто подальше и по минимуму о ней информации. Убрана демография полностью, ну, прямо скажу, это опять же из Beyond Earth идет. И, возможно, я тут соглашусь, потому что вот это большое количество информации в демографии, это, ну, не очень правильно и не очень честно, если так прямо говорить. Все-таки вы не должны знать, действительно, сколько у кого производства, сколько у кого науки, прям сразу с самого начала игры и до конца. Но я так и не нашел, как хоть где-то эту информацию получить. Да, нам сообщают, что кто-то там строит какие-то чудеса, кто-то что-то захватил, когда вы в виде слухов. Это интересно. Вот это интересная механика, я не спорю. Но незнание количества армии – это очень критический момент. Одно дело, когда вы специально об этом не знаете, но когда вы хотите об этом узнать, вы хотя бы там шпионово пытаетесь куда-нибудь засунуть, но даже он не дает вам этой информации. А это важно, по-моему. Иначе все войны тут будут происходить просто наобум. Типа, дайте-ка я попробую напасть, а вдруг у него нет армии. Потому что иначе это никак не проверить получается. Но в данном случае, мне кажется, просто еще в шестой циве не все экраны сделаны. Вот в пресс-версии, действительно. Например, в том же экране караванов я нигде не смог найти информацию, откуда и куда какие караваны дают прибыль. Она появляется только когда у вас караван построен в этом городе. И только из этого и в этот город. Понятно, что это просто недоработка. Не может быть такого в игре, что нам просто не будут рассказывать, куда и зачем вам отправлять караваны. То же самое, я думаю, и со шпионажем. Что-то будет более полная версия о других нациях. С другой стороны, нету действительно всяких нужных экранов. Например, я не хочу каждую нацию пролистывать, чтобы узнать, у кого есть какие ресурсы, и кто там готов меняться чем-нибудь. Раньше заходишь в экран нации, это все видишь. Сколько стоит мобилизация у Сьюзи Рена. Опять же, наугад тыкаешь просто. Есть возможность нажать кнопку, значит у тебя хватает денег. Фиг знает, сколько у тебя он заберет их. Перевод пока, конечно, оставляет желать лучшего. Но это не релиз все еще. Тут много еще не переведено. Тут есть ошибки. Наука спутана с культурой. И наоборот, где-то проценты не проставлены. Но еще раз повторяю, просто чтобы вы не думали, что все плохо. У меня как раз очень приятное ощущение от шестой цивы. Более того, я играл в шестую циву, и параллельно еще, повторюсь, в пятую постоянно запускал. То есть в один день и то, и то играл, потому что в пятую у нас там турнир идет до сих пор. И вот откровенно, я уже начинаю думать категориями шестой цивы, и мне кажется, как в пятой все, ну, недодуманно, если хотите. Все-таки видно, что разработчики, они и во многом на сетевые матчи тоже смотрели других людей, и пытались убрать всякие костыли, которые вот игроки себе придумывают. То есть вот этот отложенная лечилка, например, да, у юнитов. Перекупка городов-государств. То есть вот новая механика городов-государств, взаимодействие с игроком убрала споры на эту тему. Движение юнитов, перемещение, дороги и прочее, прочее, прочее. Новая механика ресурсов, то есть у вас просто, если ресурс есть, который требуется юниту, вы можете строить юниты в военном лагере, а если у вас два таких даже ресурса вам так связало, то вы можете строить юниты везде. Но снова повторю, внезапно, если вам не повезет с ресурсами, то у вас есть возможность отбиваться все-таки. Вот это объединение в корпуса и армии вам такую возможность дает. Да, вам надо будет больше напрячься, чем человек, у которого есть стратегический ресурс. Но в этом и интерес Цивы, что вам дают разные возможности. Вы можете их по-разному крутить, вертеть и пытаться запутать. Да, города теперь не влияют на штрафы по науке и культуре. И мне, опять же, в комментариях многие люди боятся, что будет просто одна тактика в бесконечное расползание. Но нет, я считаю, этого не получится в Циве, в шестой. Потому что, во-первых, если вы ставите город на холм, то он теперь не дает больше культуры. Да, осталось, что у него больше защита. Не культуры, а производства. У него осталось больше защиты на холме. Но центр города дает просто два яблока и один молоток. Все, где бы вы его ни поставили. Сами холмы дают теперь еще меньше молотков, чем был. То есть уже не два молотка, а один молоток. Да, вы можете сказать, что нет, я уже видел у тебя в видео холмы дают два молотка. Это равнинные холмы. Не путайте. Если холм, например, на лугах, то есть, точнее, лук на холме, то будет две еды и один молоток. То есть сами по себе холмы уже сейчас дают только один молоток. И сложновато будет тупо ставить города, просто чтобы получить производство. В чем выгода была такого быстрого становления городов маленьких в пятой циве, в расползании. Потому что они больше давали производство. Теперь же с этим сложновато. Тем более, что каждый поселенец начинает все больше и больше стоить в производстве. И пятого поселенца у вас уже, ну, выходов 10-12 будете строить. В то время как остальные игроки развиваются и вполне спокойно могут прийти и ваши эти маленькие города спокойно забирать. И я напомню, что только первоначальные военные юниты вы сможете строить в центре города. Потом-то вам юниты будут требовать стратегических ресурсов. И вам их просто придется в военных лагерях строить. А если вы настроите кучу городов, которые, кстати, берутся легко сейчас в игре. Без стен, без ничего. То у меня очень большие сомнения, что тут вы сможете долго играть. Тут действительно, по-моему, все сделано на то, чтобы не было раннего Russia юнитами. Хотя я уверен, что игроки что-нибудь придумают и будут выходить патчи, это немножко править. Но похоже, что игра благоволит тем, кто постепенно развивается. Опять же, вот эта механика от фабрик, что там дают, фабрика, электростанция, стадион и зоопарк, они работают в радиусе шести клеток. То есть по логике я вот сейчас думаю, что города надо ставить такими треугольниками, где города — это вершины треугольника, и следующий город через пять клеток стоит. Ну а потом это три города, вот треугольник. Ромб, в таком случае, это будет уже четыре города и так далее. То есть самое выгодное расположение. Таким образом, фабрика будет действовать сразу на несколько городов. Тем более, что она действует на центр города. Ну то есть районы производственные надо будет рядом с центром ставить, чтобы они действовали на соседние города. То же самое касается развлекательных районов. То есть все равно есть какая-то определенная матрица расстановки городов. Я не думаю, что вначале будет хорошей идеей больше, чем три города ставить. Так что шестая цива интересная. Я не хочу сейчас ей давать оценки, повторяю уже раз в десятый, чтобы просто вдолбить, и чтобы мне в комментариях сейчас не писали, Леша, ты рекомендуешь ее покупать или не рекомендуешь? Я эту рекомендацию могу только дать после выхода полной игры. То, что я вижу сейчас, мне понравилось. Но решать, делать ли предзаказ или нет, надо вам самим. Моя задача — сделать вот такой первый взгляд, чтобы вы смогли сами для себя решить. На этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад разместить его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что доставили до конца. Удачи и играйте в умные игры. 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 Продолжение следует...